От кори нет препаратов, которые могли бы её излечить. Однако коварную болезнь можно предотвратить с помощью вакцины. Ранее непривитым сочинцам накануне курортного сезона было рекомендовано сделать прививку, поскольку в город приезжает много гостей из разных регионов. А это повышает риск заражения. Администрация Сочи активно проводит работу с курортными службами, где будут размещаться отдыхающие, чтобы предотвратить развитие очагов болезни. По поручению Алексея Сергеевича Богородского мы провели заседание нашей комиссии СПЭК, санитарно-противологической комиссии под председательством Канюки Елены Мирославовны. Повстречались с руководителями отраслевых подразделений. Довели требования, которые предъявляются сейчас к людям, обязательно необходимым пройти вакцинацию. Гостиничная общепитовская отрасль, а также автотранспорт под особым контролем. Основное требование – не допускать непрошедших вакцинацию к работе, так как они подвергают риску не только себя, но и людей, с которыми будут взаимодействовать. Есть три способа узнать, была ли поставлена прививка в дошкольном возрасте. Первый – наличие сертификата о том, что сделана вакцинация от кори. Второй – амбулаторная прививочная карта 063У. И третий – сдать анализ крови на антитела. К слову, большая часть сотрудников сочинских предприятий относится к вакцинации от кори положительно. Почему решили сделать прививку? В целях безопасности смотрела новости, и получается, что вспышки идут. Мне, получается, 32 года, я 91-го года рождения, мне делали только в детстве. И слышала, что во взрослом возрасте тоже нужно будет делать. И, получается, я работаю в отеле «Гранд Карат», и нам предложили, не хотели бы сделать, тем более, бесплатно. Сегодня около 30 сотрудников отеля сделали прививки от кори. Работники многих предприятий туристической отрасли последовали их примеру. Ведь безопасность превыше всего. Напомню, что заражение происходит воздушно-капельным путем. Вирусная инфекция распространяется очень быстро и опасно тяжелыми осложнениями. Ксения Синявская, Александр Киреев. Время новостей.